Здравствуйте, Николай Вячеславович! Здравствуйте! Незаметно пролетел год, и вы вновь отмечаете свой профессиональный праздник, День сотрудников органов Следствия Российской Федерации. В ваш праздник звучат не только слова поздравления, но вы подводите итоги работы за полгода. Вот расскажите об этом, каких результатов достигло ваше ведомство, сколько преступлений удалось раскрыть? Да, действительно, наш праздник, День работников следственных органов, приходится на 25 июля, как раз период, когда подводятся итоги работы за полугодие. В первом полугодии текущего года следователям следственного управления рассмотрено более 1800 сообщений о преступлениях. Возбуждено 324 уголовных дела. Из этих уголовных дел окончено расследование 203, направлено в суд 184 дела. О 213 преступлениях. 104 из этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. По категориям преступлений из числа оконченных 24. О коррупционных преступлениях, 2 налоговых, 7 уголовных дел террористической и экстремистской направленности, 21 уголовное дело о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 64 о преступлениях против личности, из которых 16 об умышленных убийствах. К положительным результатам работы следственного управления можно отнести работу по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. Так, на стадии предварительного следствия возмещен ущерб на сумму свыше 107 миллионов рублей. Наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в дальнейшем возмещении, либо исполнении приговора на сумму, превышающую 222 миллиона рублей. В целом, показатели работы управления за полугодие ниже, чем в прошлом году. Ну, вместе с тем, это укладывается в общую динамику преступности в регионе, поэтому сравнивать с аналогичным периодом прошлого года здесь не всегда корректно. Хотелось бы остановиться вот на конкретных преступлениях, резонансных, которые вот будоражили нашу республику в этом году. Это речь идет о дерзком убийстве полицейских. Что можно сказать на сегодняшний день? Каков итог этих преступлений? Что послужило причиной убийства? И можно говорить о том, что все террористы уничтожены, либо есть те, которые еще находятся в розыске? Да, следователям следственного управления сейчас расследуется это уголовное дело в отношении пяти жителей республики, которые в апреле текущего года совершили нападение на сотрудников полиции. В ходе последнего нападения все пять преступников были уничтожены. Вместе с тем расследование таких уголовных дел это сложный и кропотливый труд, потому что изучается круг общения обвиняемых, подозреваемых, связи их, для того, чтобы выявлять, устанавливать других возможных пособников, возможных соучастников террористов. Сейчас по уголовному делу установлено, что фигуранты планировали совершение террористических актов, дальнейшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, органов власти, с целью завладения оружием и терроризирования населения республики. Для расследования уголовного дела создана следственная оперативная группа из числа наиболее опытных следователей следственного управления и оперативных сотрудников органов МВД и ФСБ региональных. Уже установлено, что двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и провели в местах лишения свободы 7,5 и 8 лет. Однако, оказавшись на свободе, на путь исправления не встали и продолжили свою незаконную деятельность. В связи с тем, что следствие не закончено, говорить пока об окончательных результатах еще рано о том, были ли соучастники, были ли пособники. Давайте дождемся окончания расследования, и можно будет тогда уже обсудить это более подробно. Преступления в отношении несовершеннолетних также остаются в центре внимания. Речь идет об убийстве малолетнего ребенка в станице Зеленчугская не так давно. И вот данное преступление также совершил несовершеннолетний. Уже вынесен приговор по данному делу? Да, к последствиям следователей Следственного комитета отнесены с законодательством преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. То дело, о котором вы упомянули, тот факт, действительно расследовался следователями управления. Это в сентябре 2022 года. Это несовершеннолетний. Ну, здесь хотелось бы отметить, что до момента совершения преступления ему до 18 лет оставалось всего 4 дня. Находился у себя дома и остался вдвоем с полуторагодовалой племянницей. Из-за того, что девочка капризничала, отказывалась принимать пищу, плакала, она вызвала гнев своего дяди, и он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. В итоге от нанесенных телесных повреждений наступила смерть девочки. Уголовное дело направил суд не только в отношении его, а в отношении нескольких его соучастников, с которыми он до этого в различные периоды времени совершил серию краж, грабежей, разбойных нападений. Не так давно суд постановил по делу приговор. Основной обвиняемый получил 8,5 лет лишения свободы. Но здесь нужно учитывать, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, и им всегда назначается наказание не более 10 лет лишения свободы. А его соучастники, которые на момент совершения преступления были уже взрослыми людьми, получили длительные сроки лишения свободы по 8 лет в отсыдувании в колонии строгого режима. В настоящее время приговор законной силы не вступил. Обжалуются стороной защиты. Вот сейчас летние каникулы, и я думаю, гражданам стоит побеспокоиться о своей безопасности и безопасности своих детей, особенно на водоемах. Вот скажите, какова статистика в данном вопросе, и в этом году были ли несчастные случаи? Да, действительно, летний сезон, особенно его начало, как правило, фиксируется рост числа утоплений в воде. За прошедший летний сезон уже зафиксировано 4 таких случая. В трех случаях погибли несовершеннолетние дети. Каждый из этих случаев является основанием для проведения процессуальной проверки. Следователи разбираются в причинах гибели людей и устанавливают все обстоятельства происшествия. В порядке профилактики, которая в данном случае очень важна, следователи следственного управления проводятся лекции и занятия в школах с детьми перед началом купального сезона, где разъясняются правила поведения на воде, что может привести к трагедии, что может привести к несчастному случаю. Для расширения аудитории основные памятки поведения публикуются на нашем сайте, на страницах в социальных сетях. Традиционно причинами утопления остаются основными употребление алкоголя, неправильно неквалифицированное занятие экстремальными водными видами спорта. А в случаях с детьми это всегда недостаточное внимание со стороны взрослых. В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, включая должностных лиц, совершавших противоправные действия с квартирами умерших граждан. Скажите, какие подробности известны и как удалось выйти на след этого преступного сообщества? Да, в производстве следователя первого отдела проследования особо важных дел следственного управления действительно находится такое уголовное дело, очень интересное, сложное и необычное. Выявили его в результате совместных действий оперативные службы региональных министерств внутренних дел и федеральной службы безопасности. Началось все с того, что жительница Москвы, планируя вступить в наследство умершей родственницы, обнаружила, что собственником квартиры умершей родственницы стал совершенно другой человек, житель Карачаево-Черкесской республики. Стали разбираться, выяснять, как такое могло произойти и вышли на вот это вот преступное сообщество. По сути, сейчас следствием установлено, что в 2021 году житель республики создал преступную группу и распланировал совершение преступлений. Члены преступной группы, находясь в городе Москве, в Краснодарском крае, в Сочи, собирали сведения об умерших гражданах, у которых не осталось близких родственников, которые могли и намеревались вступить в наследство. И у умерших оставалось недвижимое имущество, которое на рынке недвижимости составляет достаточно серьезную ценность. После этого, в соответствии с терплением ролей из числа жителей республики, подбирались люди. И наш основной фигурант, он обращался к руководителю отдела ЗАГС одного из районов республики, который за взятку оформлял задними числами документы об умершем якобы факте, либо вступление в брак умершего, либо об усыновлении умершим подобранного гражданина, заранее подобранного гражданина. Эти фиктивные поддельные документы представлялись нотариусу, который тоже входил в преступную группу. Нотариус оформлял наследственное дело и право собственности на наследственную массу, в основном недвижимость, конечно, интересовала, переходила уже членам преступной группы. В дальнейшем эти объекты недвижимости реализовывались и денежные средства делились между участниками группы. Сейчас членам группы вменяется 17 эпизодов преступной деятельности, в которых получение взятки в крупном размере, мошенничество в особенно крупном размере, служебные подлоги, иные преступления. И предметом расследования являются незаконные действия в отношении на данный момент 11 объектов недвижимости. Расследование не закончено. Говорить о том, что вся деятельность уже группы понятна и выявлена, еще пока рано. Оно находится на стадии сбора доказательств. Когда уже вся работа будет проведена, все будет выявлено, уже можно будет тогда говорить об истинных объемах их работы и деятельности. Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета. Скажите, сколько случаев коррупции пресечено было в этом полугодии? Да, действительно, преступление коррупционной направленности – это один из основных направлений деятельности Следственного комитета. Это очень серьезный бич, проблема государства. И руководство Следственного комитета ориентирует нас на выявление и расследование, в первую очередь, именно таких преступлений. В этом году следователями Следственного управления возбуждено 41 уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. 18 направлено в суд. Часть из них, из возбужденных колонных дел, являются эпизодами преступлений, совершенных одними и теми же людьми. Поэтому цифры так разнятся 41 и 18. Это в основном преступления, связанные со взятничеством, мошенничеством с использованием служебных положений, превышением должностных полномочий, злоупотреблением должностными полномочиями, служебными подлогами. Из наиболее резонансных, интересных дел можно привести пример уголовное дело о совершении начальником отдела одного из подразделений Министерства внутренних дел Республики получением взятки от человека в криптовалюте в размере примерно 1 миллион 800 тысяч рублей. Это дело также еще не закончено, находится в производстве. Окончание его планируется в ближайшее время. И в день сотрудника органов следствия Российской Федерации ваши пожелания коллегам с профессиональным праздником. Перед работниками следственных органов государством поставлены серьезные задачи по защите прав и интересов граждан, обеспечению доступа к правосудию, восстановлению справедливости, законности, оперативному и качественному расследованию уголовных дел. Во многом от профессионализма и качества работы следователей зависит безопасность граждан, общества и государства. Поэтому в этот день хотелось бы пожелать сотрудникам следственного управления прежде всего успехов в их нелегкой, но очень важной службе, профессиональных побед, достижений, терпения, твердости духа и поддержки со стороны близких и родственников. Не хотелось бы оставить без внимания ветеранов следственных органов. Благодаря их знаниям, опыту продолжают раскрываться преступления, совершенные в прошлые годы. Они продолжают принимать активное участие в работе, следствии и передают свой богатый опыт молодым специалистам, крепкого им здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Мы в свою очередь также поздравляем вас и весь ваш коллектив с профессиональным праздником. Спасибо вам успехов, вам в нелегкой, но очень нужной работе во благо Карачева-Черкесии, во благо всей России. Спасибо большое за интервью. Спасибо большое за добрые слова.